Диме Клокову, например, даже не дают, не дали, насколько я понимаю, я с ним общался, не дала Федерации снимать конференцию, чтобы потом как-то из этого сделать какой-то материал. Раз уж так случилось, что мы оказались на самом дне, я прошу прощения сейчас у всех любителей тяжелой атлетики, ну, за то, что я называю вещи своими именами. Антон Николаевич, спасибо, что вы согласились на это интервью поговорить о тяжелой атлетике, о выборах, которые прошли в выборах президента Федерации тяжелой атлетики России, что, кстати, и послужило поводом для нашей вот этой встречи, потому что в одном из видео с Вячеславом Аминьевичем Клоковым я рассказывал о том, что после конференции всем кандидатам, кто баллотировался на этот пост, отправлял уведомления с просьбой дать интервью или такой вот обзор о прошедшем событии, но, к сожалению, не упомянул вас, потому что я говорил о трех кандидатах, то, что они либо отказались, либо просто отмолчались, но допустил я небольшую ошибочку, не указав вас, потому что у меня у вас не было контактов, и вам такого уведомления я не отправлял. Поэтому прошу меня извинить за такое недоразумение, и я очень рад, что по этому поводу вы обратились лично ко мне напрямую, и что мы смогли с вами найти точки соприкосновения, договориться, решить вот такую, как бы можно сказать, конфликтную ситуацию, и это вылилось, я надеюсь, в продуктивный наш с вами разговор. И прежде чем переходить к интервью, я бы хотел сказать, что в то время, ну, многие, может быть, вы немножко сейчас как бы ушли, как бы с телоартистической жизни, ну, либо не настолько медийной, как вот ранее, я просто хочу немножко представить вас, что в то время, когда президентом федерации был Сырцов, вы входили в президиум федерации тяжелой атлетики России, вы являлись вице-президентом по работе, по взаимодействию со средствами массовой информации, и вот если мы вспомним то время, то, например, там, трансляцию Кубка Президента России, вы на сайте транслировали чемпионаты мира, на сайте федерации тяжелой атлетики России, вы занимались, вы планировали не на центральных каналах, но на кабельных каналах, вы и проводили, показывали чемпионаты, и вы планировали показывать там вплоть до чемпионатов России, то есть вы конкретно занимались вот той своей деятельностью, которую, ну, тот пост, который занимали, и там, где наша произошла первая встреча, это контрольная тренировка в женской сборной России, куда вы приглашали средства массовой информации, ну, я в то время только-только начинал заниматься своей деятельностью, я не был приглашен, меня мало кто знал, но, не можно сказать так, по знакомству довелось там оказаться, и вот, на мой взгляд, вы занимались такой вот, ну, ваша работа была видна, и у вас были, я читал интервью, у вас были такие вот хорошие, серьезные планы, планы не только по-настоящему, чем вы занимались, но и с перспективой на будущее. И вот сейчас, когда вы выдвинули свою кандидатуру на пост президента Федерации, я столкнулся только с одним интервью накануне конференции, это 19 ноября в Рея Новости выдавали, мне оно очень понравилось чем? Это критическим таким взглядом, ну, потому что, скорее всего, может быть, он совпадал именно с моим взглядом, вы очень категорично отнеслись к работе Федерации, ну, к итогу, подытожили, так сказать, четырехлетие работы Федерации тяжелой атлетики России с нынешним президентом ее, вы выразились даже так, что ни одна задача, вот на ваш взгляд, ни одна задача не была выполнена руководством Федерации, что сама Федерация находится в яме, и вот мне бы хотелось, чтобы вот сейчас в интервью вы, как бы, может быть, я понимаю, там, интервью в СМИ, оно очень короткое, сокращенное, чтобы, может быть, вы более так расширенно рассказали, вот как бы, затронули эту тему, и сами выборы, вот, что побудило вас, как вы стали кандидатом на постпрезидента Федерации, и почему на самой конференции сняли свою кандидату, вот как бы в общих словах, а так можете где-то расширять, где-то, может быть, что-то не было, и, может быть, что-то немножко, как бы, из личной жизни, вот после того, как вы ушли из Президиума Федерации, чем вы стали заниматься, чем вы сейчас занимаетесь, если, конечно, будет интересно вот нам, тяжелоатлитам спортивного сообщества. Вот, пожалуйста, вам слово. Я услышал ряд вопросов и постараюсь на них где-то более широко, где-то менее широко ответить. Спасибо за лесную оценку, да, но надо признать, что это не только моя индивидуальная работа, в Федерации. Я был на посту вице-президента Федерации тяжелой атлетики России с 10-го, с 11-го по 14-й год. Многие СМИ обозначают это с 16-м годом, это неверно. В 14-м году я вышел из состава Федерации. Но это выборная должность, да, и, соответственно, я даже не баллотировался, далее не переизбирался. В частности, в мои, так скажем, обязанности входило сопровождение деятельности сборной команды России в средствах массовой информации, это деятельность Федерации в средствах массовой информации, это организация больших международных турниров, да, в частности, это Кубок Президента Российской Федерации по тяжелой атлетике, большой турнир международный. Безусловно, я соприкасался с организацией чемпионатов России, Кубков России, но в меньшей степени, потому как это делали уже регионы на местах, принимающие стороны. Много раз, много раз, в том числе и на отчетных конференциях, ну, не считая, да, исполкома, этот вопрос я поднимал и просил на местах не стесняться, обращаться, ну, были написаны мануалы, так называемые, да, инструкции, как проводить, организовывать турнир, как его освещать, как его показывать. Были некоторые региональные функционеры, которые прибегали к этому, да, ну, по большей части люди справлялись сами. Что касаемо, ну, да здесь нужно отметить, что в целом команда 10-го, 14-го годов, команда, находящаяся на стрии атаки, да, Федерации тяжелой атлетики России с полком, он был собран из, собран, выбран, предложен Сарцовым, Сергеем Александровичем, в тот момент, я помню, это было Казань, в Казани проходила конференция, и в исполком вошли люди, многие из них не были связаны с тяжелой атлетикой, как, например, я, да, по профилю, я не являюсь тяжелой атлетой. Спорт мне очень близок, он всегда в моей жизни, многие виды спорта, и в части физкультуры, и в части профессионального спорта, я проходил тяжелой атлетики, там не было. Тем не менее, тяжелая атлетика, это базовый спорт, общая физическая подготовка, и мы так или иначе к ней прибегали, но не как профессиональный спортсмен, я буду говорить за себя. В этой команде были специалисты очень большого, высокого уровня, да, это были и медицинское обеспечение, Петров, и международное отношение рыбак, и руководители, представители наблюдательного совета Герасименко, и покойный ныне со Ставрополя, как же Александр, 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 я не вспомню фамилию, были очень высококлассные специалисты, причем профильные высококлассные специалисты, которые занимались каждой своими вопросами. Это была очень серьезная, сильная команда, да, она оценивалась многими деятелями, функционерами спортивными, не ниже уровнем, чем команда Международной Федерации тяжелой атлетики. И нам удалось тогда реализовать большую часть вопросов программы, да, это и Кубок Президента Российской Федерации, который внесли в календарь Международной Федерации. Турнир стал квалификационным к Олимпийским играм, да, так называемым IWF Гран-при. С него началась история последующих турниров, IWF Гран-при, проводимых в других странах, в Баку, в Катаре, если мне не изменяет память. Они все вставали в календарь и им присваивали статус, в том числе квалификации к Олимпийским играм. Я знаю, что в Лондоне техническая команда брала прям целыми алгоритмами в части проведения Кубка Президента и использовала это в Олимпийских играх. Ну, в действительности, да, команда работала очень профессионально и очень хорошо. Что касаемо деятельности, даже не деятельности, что касаемо моего выдвижения на пост президента Федерации тяжелой атлетики России, эта мысль, знаете, есть какая-то недосказанность. Да, я был на выборах 2016 года во Владимире, и в тот момент был поднят вопрос в отчетной части после доклада президента признать ли деятельность Федерации удовлетворительной или неудовлетворительной по результатам 2015-2016 года. Ну, там не надо глубоко быть погруженным, чтобы видеть результаты на поверхности. В 2015 году выехавшая команда сборной России на Чемпионат мира приехала обратно, и по результатам Чемпионата мира перепроверки проб практически половина спортсменов была дисквалифицирована, а в 2016 году сборная команды России вовсе не поехала на Олимпийские игры. Это я сейчас напоминаю историю, да. Два главных международных старта. Фактически результаты адски неудовлетворительные. И конференция, все тяжелоатлетическое сообщество, фактически, которое находится во Владимире, при постановке вопроса на голосование признать ли деятельность Федерации удовлетворительной или нет, голосуют, если мне не изменяет память, в общем объеме 100 человек, 94 из них голосуют за признание деятельности работы Федерации удовлетворительной. Шесть человек, я фактически по именам могу помнить, которые признали деятельность неудовлетворительной. Для меня тогда этот вопрос мог бы быть закрыт, и в принципе я прекратил наблюдать за деятельностью, да, и как-то отодвинулся от этого, потому что это, в моем представлении, это какая-то полная бессознательность. Ну, если человек хоть как-то следит, собирает информацию и пытается анализировать, для него все это понятно. В 20-м году, когда прошло 4 года, и новый состав исполкома, президиума, новый президент, имели возможность себя проявить, да, и показать свою работу, в общем-то, что они сделали за 4 года. И я в 20-м году подал свою заявку на кандидата в президенты по нескольким причинам. Ну, кроме того, что будет возможность зайти на трибуну и сказать всем все, что я думаю по этому поводу, есть основная причина, это вопрос объединения. Объединение всех здоровых сил, это есть в программе, я это анонсировал, всех здоровых сил тяжелотетического сообщества, на достижение одного единственного результата. И объединиться вокруг той ситуации, где оказалась сегодняшним днем тяжелая атлетика. Про это очень многие говорят, Дима Клоков и Еремин, Сергей Александрович, все об этом говорили. Да, сообщество разрознено, находится тяжелая атлетика в воплощенном состоянии, более того, есть понимание того, что ее не то чтобы нет-нет и вот-вот исключат из программы Олимпийских игр, но она находится не на уверенных позициях, она не стабильна. Да, и здесь, конечно же, необходимо консолидировать усилия. Регионы у нас находятся в... Точнее, тяжелая атлетика в регионах находится в неудовлетворительном состоянии. Да, есть ряд энтузиастов, которые продолжают заниматься, но в целом... Ну, о каком-то развитии, да, наверное, вопрос стоит о выживании, да, но о сохранении, развитии и взгляда в будущее говорить не приходится. Я шел с той целью, что... Я изначально понимал, что я делаю, я шел с той целью, во-первых, а, мне было интересно понять и проговорить, понять отправную точку, да, проговорить со всеми кандидатами и с функционерами тяжелой атлетики, где мы сейчас находимся, и понять их готовность работать вместе в одной команде, в одной лодке. Для меня является удивлением, когда, например, можно по-разному относиться к деятельности Дмитрия Клокова, да. Для меня удивлением, когда... Является удивлением, когда, ну, чемпион мира, да, достаточно известный тяжелоатлет во всем мире, который пропагандирует своим... собой, своим участием тяжелую атлетику, да, выводит ее через другие инструменты, пусть это кросс-лифтинг, кросс-фит и так далее, но все прекрасно понимают, что базовый он тяжелоатлет, вообще тяжелоатлетик, базовый вид спорта, да, он фундаментальный. Он пропагандирует тяжелоатлетику, у него... Он это делает через свои инструменты, через интернет, на канале YouTube и так далее, и так далее, но популяризацию и популярность тяжелоатлетики он несет в массы. Ну, Диме Клокова, например, даже не дают, не дали, насколько я прям понимаю, я с ним общался, не дала федерации снимать конференцию, чтобы потом как-то из этого сделать какой-то материал, да, чемпион мира, который популяризирует тяжелоатлетику, как никто другой, российскую, да, в рамках мировой, ему это делать не дали. Сергей Еремин, человек, который... Мне сложно, мы с ним не знакомы так, очень шапошно, мы познакомились на конференции. Человек, который сделал для тяжелоатлетики, он оказал финансовую помощь в очень трудной ситуации, в правлении Сергея Сарцова. Да, он пытается... Он развивает тяжелоатлетику, он провел там 6 турниров, сколько-то, за 6 лет несколько десятков турниров, я так понимаю, и проводит они на достаточно приличном уровне. Высоко оценивается этот уровень любителями тяжелоатлетики и любителями железной игры. Я так понимаю, что в итоге ему не нашлось места для своей деятельности, для раскрытия своей деятельности. То есть люди, которые являлись кандидатами, которые имеют свои взгляды, свои программы, за ними идут любители славного вида спорта, они не находят... Для них не находится места, да, то есть для них не находится своего куска, а с ними никто не ведет переговоры, они никак не участвуют в жизни Федерации, они никак не... Они участвуют тем, что они делают. Но влиять или даже не влиять, а как-то вносить что-то, да, предложение, как-то пробовать развить, посмотреть с одного или с другого угла, у них, насколько я понимаю, у них не представляется возможным. Для меня это очень странно. Ну, потому что необходимо консолидировать усилия, а не разбрасываться подобного рода кадрами. У нас в стране нет столько желающих финансировать вид спорта, который не является для многих зрелищным, который, давайте так, который не набрал достаточно большую популярность. Хотя он всегда исконным был нашим русским, советским, и все аллегористы с тремя богатырями, они все ведут именно в силу, в поднятии тяжести и так далее. Это, собственно, является краеугольным камнем того, что я пытался донести до тяжелоатлетического сообщества, потому что, ребят, необходимо объединиться. Сегодня это самый важный шаг, потому что, опять-таки, это общепризнанные правила. В момент, когда сообщество разрознено, оно слабеет. Одним из пунктов, следующим после объединения, это был пункт о том, что России необходимо возглавить крестовый поход, так называемый, в борьбе, международный крестовый поход, в борьбе с допингом. Раз уж так случилось, что мы оказались на самом дне, я прошу прощения сейчас за всех любителей тяжелоатлетики, ну, за то, что я называю вещи своими временами, мы оказались на самом дне, череда допинговых скандалов захлестнула сборную команду России, да, и мы в целом российский спорт, то в моем представлении, это знаете, из поговорки, если вам достался лимон, делайте лимонад, если вы оказались в этой ситуации, ну, так вам, собственно говоря, все карты в руки. И необходимо этот вопрос поднимать. Это не просто поднимать, а возглавлять это движение и добиваться равных условий для себя, для российских тяжелоатлетов на международном уровне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова